Приветствую вас! Мне бы хотелось, чтобы вы для начала посмотрели на ситуацию под следующим углом. Вы приходите на наш сайт и задаете вопрос облом, что вот у меня были болезни, я начала пить таблетки, у меня случились побочные эффекты от таблеток, и, собственно, теперь я боюсь их пить. Понимаете, ситуация какая? Ведь вы же, наверное, как-то себе представляете нашу работу, вы же, наверное, как-то представляете себе наше поведение, наш выбор, нашу помощь вам. И вопрос заключается в том, как вы ее представляете, нашу вам помощь. Мы вас не знаем, мы не знаем вашей истории. Вы говорите про болезни. Ну, свои. Вы говорите, что у вас депрессия была. Тут нужны рекомендации врачей, если у вас действительно была депрессия, потому что это серьезное заболевание, которое требует диагностики и назначения именно соответствующего лечения для вас, в том числе и психотерапевтического. В свою очередь депрессия, в свою очередь, это следствие того, что вы себя подавляете. Депрессия это следствие того, что вы запрещаете себе, там, хотеть, чувствовать, желать и так далее. Вот. Посмотрите, какая интересная ситуация, на мой взгляд, складывается у вас. Вы пишете, что вы болезни, но при этом вы боитесь пить таблетки. Не совсем понятно, почему тогда вы болеете. То есть я хочу сказать, что если вы болеете, да, если вы болеете, то получается, что это своего рода подсознательное желание заболеть. чтобы не пить таблетки, но при этом быть в состоянии жертвы. Давайте подумаем. Может быть вы хотите, чтобы эта ситуация с вами была? Вот эта ситуация, в которой вы, как бы, ну, в которой вы, как бы, сейчас в позиции жертвы находитесь. Вот. На мой взгляд, это вполне себе реальная ситуация. И я бы рекомендовал вам обязательно о ней как следует подумать. Я бы рекомендовал вам обязательно, как следует обозговать ее для того, чтобы исключить возможность или направленного вступления в эту ситуацию. Дальше. Идем. Значит. Так. У вас был сильный стресс. Какие причины? Операция из-за чего? Из-за чего? Я так понимаю, что из-за желудка, да? А почему у вас проблемы с желудком? Как правило, обычно это проблемы с желудком у тех, кто испытывает сильные нервные переживания. По поводу чего у вас могут быть сильные нервные переживания. Да? Вот. Попробуйте об этом. Точно подумайте. Вот. Ну и соответственно, чтобы пить таблетки нужна мотивация. То есть я так полагаю, что когда вы не хотите пить таблетки, это детское состояние, которое когда-то вам в детстве помогло. Помните, не было ли у вас таких ситуаций, что, например, с родителями у вас была похожая проблема? Или, может быть, даже проблема была вообще другой, а таблетки были лишь средством? Не скрывается ли за этим страхом чего-то, связанного с кем-то? Знаете, пить таблетки надо. Это взрослое состояние. А вот детское состояние, что я боюсь и чего я боюсь, это тоже немножко другое. Возможно, вы не хотите пить таблетки и не хотите лечиться, потому что считаете себя, ну, может быть, считаете себя недостойной этого. Возможно, проблема еще в чем-то, чего я не знаю, но может быть, понимаете? Вот. То есть здесь я бы сказал, что нужно разбираться, потому что, ну, то есть именно разбираться, консультироваться, обсуждать, выяснять и так далее. Вот. В принципе, при вашем желании сделать это можно достаточно быстро. Вот. Достаточно быстро это можно сделать при вашем желании. Но главное, чтобы желание было. То есть если вы действительно хотите избавиться от своей проблемы, то нужно, чтобы было именно желание. А не так просто, что вы, ну, задали свой вопрос и все. Все. Вот. Это очень важно. Значит, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, обращайтесь в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.